Маринад для шашлыка Итак, каковы же предпочтения сильной половины человечества в выборе маринада для шашлыка? Как выяснилось, лучший маринад для шашлыка – это вино. Причем только настоящее, не порошковое, белое, сухое вино. Марка и выдержка не имеют значения. Вина понадобится из расчета 300 грамм на килограмм мяса. Мясо нужно разрезать на равные кусочки. Весом около 100 грамм. Без пленок, мелких костей и жир. Кроме того, на килограмм мяса потребуется около килограмма некрупного лука. Такой лук удобнее нанизывать на шампунь. Технология такая. В эмалированную миску выложить крупные кольца лука, затем слой мяса, опять лук и так далее, чтобы слой лука оказался сверху. Шашлык луком не испортишь, как и кашу маслом. Для приготовления маринада вино смешивается со специями, но гораздо проще купить в магазине готовую смесь. Одна пачка специй рассчитана как раз на килограмм мяса. И маринад получается просто отличный. Размешав специю в вине, нужно залить этим маринадом мясо, накрыть тарелкой и сверху поставить груз. В таком виде мясо должно мариноваться в холодильнике около суток. Но процесс можно ускорить, если оставить его на 2-3 часа при комнатной температуре. Многие готовят маринад с уксусом, но по мнению знатоков мясо в этом случае получается жестковато. Маринуют шашлык в майонезе, хотя это не самый вкусный способ. Чтобы мясо промариновалось равномерно, его придется несколько раз перемешивать по ходу процесса. Для разнообразия можно попробовать приготовить шашлык в розовом соусе, в смеси майонеза с кетчупом. Существуют и весьма оригинальные рецепты маринада. Например, красный под портвейн в сочетании с черносливом или просто пиво. Оригинальный маринад – обычная минеральная вода с лимонным соком от одного или нескольких лимонов. Некоторым гурманам нравится маринад с томатным соком. Можно также просто добавить в маринад кусочки свежих помидоров, а затем нанизывать их вместе на шампур с мясом. Очень нежный шашлык получается с кефирным маринадом. В смеси кефира любой жирности со специями. Если добавить туда пару кусочков белого хлеба, то он вытянет лишний жир, а мясо станет еще нежнее. Очень оригинальный способ маринования – соус из маринованных помидоров. При этом лук лучше резать не кольцами, а мелкими кубиками и солить непосредственно перед нанизыванием шашлыка на шампуре. Наверняка у вас есть собственный рецепт, который вы считаете самым лучшим. Вот и поделитесь им со всеми любителями шашлыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok